И я не использую большую языку. Я использую в Балгарии, в Балгарии, по-английски. Я использую в СИЗИ. Я не знаю, почему это в СИЗИ. Я использую в Балгарии. О, какая это? Я думал, что другая. Это как поэзитация, но это очень интересная проект. Я думал, что поэзитация в университете, как в университете сделано и столько. Нет, нет, я не говорю, мы говорим по экономике. Но прежде чем начать нашу разговор. Вот Крис, да. Хотел бы несколькими словами рассказать, о чем профессор Нурантик хотел с вами говорить. Потому что он уже несколько, ну два года практически, очень активно продвигает идею нового плана марша. Знаете об этом плане, да? В середине, после вторую мировую войну и так далее. И этот новый план маршал, он хотел продвинуть в Еврокомиссию, в Брюсселе, чтобы Евросоюз помог странам периферии, как Болгария, как Умония, более отсталые страны, добиться хотя бы половину уровня производства валового внутреннего продукта, разве как страны. И он уже приступал, а не осмотрит таких семинарах, конференциях, и в Вене был, и старается довести свою информацию и до Брюсселя, потому что в нынешних условиях то, что происходит в наш Евросоюз, это все больше дифференциация между богатой страной и бедной. Мы, когда ходили в этом союзе, когда вступали, мы все наоборот рассчитывали, что интеграция в Евросоюзе нам принесет конкретно вот наоборот благодействие, производство и, соответственно, перспективу для местных жителей, для Балгар, для Умон, для Балгийских стран. Так что надеемся, что этот план марша все-таки пройдет, что Брюссель поймет, что он имеет большую перспективу только, если везде есть благодействие, а не только в Германии, во Франции, ну и в армии, скажем, да. Надеюсь, вот сегодня профессор Дурати все-таки к нам присоединиться, он еще свои слова добавит. Может, у вас какие-то... Нет, если вопросы появятся, я обязательно спрошу, потому что очень интересные вопросы. Прямо мне. Ну, это вопрос, который профессору надо отправлять, потому что вот мы сейчас хотели бы поговорить немножко другом. Я понимаю, но профессор найдет время до этого, чем я уйду. Вот, вот. Это очень важно. даже я вам дам его координаты и адрес. У вас есть фейсбук проф? Да, да, да. Вот по фейсбуку тоже соскикуемся, там свяжемся с профессором Дурантиным. Я думаю, у вас уже связь с профессором проф? Да, мы общаемся больше на имя, чем фейсбук, но фейсбук тоже будет даже лучше, потому что... Да, быстрее, быстрее. Даже фейсбук всегда открыт у меня. У меня тоже. На имя открыт, но вот. Давайте водичку выберем. Может быть, я не знаю, как презентация просто вообще о кризисе в смысле так, в данном смысле, и даже как кризис в Болгарии. Ну, конечно, мы можем разговаривать о любых аспектах. Моя идея была такая. Мы начнем, я вам кое-какие первоначальные данные, информацию дал, и в любое время вы просто меня предупреждаете и будем обсуждать как на уровень глобальных процессов, так и на уровень гидропейских, еще на уровень Грузии в Европе, но близко к Казе тоже, евразианских процессов тоже, да? и на уровень болганских стран, Европы, Болгария, любые аспекты мне будут интересны, надеюсь, вам тоже. так что вы тоже включайтесь, если все, которые могут свои вопросы задать. Так вот, то, что мы сейчас рассмотрим, это будет в рамках нашу теоретическую концепцию неэкономику. Неэкономика это принципиально новый взгляд на жизнь, на экономику. Мы по-другому рассматриваем все процессы, которые происходят в экономике, механизмы происхождения этих всех процессов, и у нас слишком много отличия от атаксальной экономики, которая сейчас распространена везде в мире. надеюсь, в ходе беседы вы найдете эти разницы, и будете меня спрашивать, контрировать, отдавать свои соображения. Это не вопрос. Вот. Прежде всего, дорогие друзья, я хотел бы доказать вот такой дезис, который написал там наверху, что с 2007 года мир зашел в самый большой кризис в время Великобритании. Конечно, процесс он идет постепенно, не сразу, но вот с 2007 года, когда начался непротешный кризис в США, а потом восьмой год, когда лопнул Лево Брадерс, наблюдаются постоянно такие пертурбации, такие пертурбуляции в мировую экономику и в частности в регионах мира, которые по нашему, по нашим исследованиям доведут в конечном итоге до результата, которые будут хуже, чем то, что происходило во времен Великой Депрессии. И чтобы вы поняли, какие итоговые результаты Великой Депрессии, я вам скажу, что примерно большие экономики потеряли около треть своего ВРП, то есть треть своих богатств. Безработица достигла около до 40% от трудоспособного населения, а это означает, что практически половина населения была в безвыходном положении, потому и в это время появились разного толка авторитарных режимов по всю Европу, начиная от Португалии и доходя до Финляндии. не говорю уже о Восточной Европе, там правят, по-моему, я, может, не прав, вы меня откатрируете, по-моему, самый великий человек двадцатого века, ваш всенародник, не будем имена вспоминать, но это все-таки, да, великий человек, он практически отфеодальную, отсталую империю, сделал сверхмощную державу, вторую в мире, практически, это все-таки надо учитывать. да, но все-таки мир закончил эти свои проблемы, и благодаря Второй мировой войне, и благодаря укрупнению рынков сбыта в двух центрах силы, которые на то время формировались, мир смог выйти из того тупика, в который находился до Второй мировой войны. И сейчас я постараюсь вам доказать, почему так произошло. Прежде чем говорить об этом, хотел бы рассказать, то есть ввести новое такое понятие, которое, вы, может быть, слышали до этого, в технологическое разделение труда в макроэкономическом смысле. Ну, Бека, примерно, вот, вы сам, думаю, уверен, что даже за всю свою жизнь, вы вряд ли сможете сам сделать того же компьютера, который, планшета, который вы ползаете сейчас. Практически, чтобы его произвести одному, вам нужно иметь и пластмассу, и стекло, и металл, и всякие другие штучки. Надо произвести, и станьки, на которых все это можно сделать. А вот, благодаря технологическое разделение труда, на сегодняшнего дня человечество, современная индустриальная цивилизация, буквально за несколько часов производит суперсовременные компьютеры, мощные, причем, как я сказал, за не больше 2-3 часа, примерно. вот, именно это понятие будем все время рассматривать, когда идем дальше, технологическое разделение труда, и почему оно нам нужно. Ну, мы сами понимаем, что все из нас в течение своей жизни потребляют на много больше товаров, чем сами можем произвести. Вот я, примерно, беру стул и сажусь. Вот. Я это употребляю, грубо говоря. Но, если сам решил себе сделать стульник, чтобы встретить своего друга, и так посидеть с ним, может, мне придется, ну, хотя бы, не полгода, но два месяца можно работать над этим стулом. Да? То есть, главный вывод от того, что мы сказали по поводу технологического разделения труда, что человек потребляет намного больше, чем он сам может произвести в течение своей жизни. И вот смотрим нашего любимого героя Робинсон Круза. Понятно, оказавшись один на острове, необитаемом, все, что он может произвести своими волными камнями, это там дикие фрукты какие-то наперед, либо рыба, которая вловит в море, там, неглубокая, да? Вот. То есть, практически в его мир нет профессии. Двигаемся направо, смотрим деревню, вот, в этой деревне уже мы впервые наблюдаем разделение труда. То есть, некоторые его члены, жители, берутся, становятся племенами. Другие кузницы, мельник, деревоотделочник, знакар, и, соответственно, они обрабатывают, производят какие-то продукты, но они очень ограниченные по своему структуру, по своему разнообразию, да? Вот. Ну, там, основное зерно, овощи, там, мука, столы, те же самые стулы, знакар, они не врач, это вот, только лечебные отвары какие-то. Двигаемся еще направо, там уже смотрим город, миллионник, дворник, 50 миллионов. Сколько человек? Миллион. Полтора миллиона. Полтора миллиона. Ну, например, уже в велесе можно встретить и таксисты, которые в деревне не наберут, и дворники, и парикмахи, и так далее. Товары, соответственно, тоже намного разнообразнее. Двигаемся еще дальше, это право, там смотрим государство, большое, скажем, 50 миллионов, там уже есть условия и для развития автомобилей промышленности. Собственные. Вот как Франция, как Германия, как даже Улыния производят автомобили. Но мы прекрасно понимаем, что автомобиль мы не сможем произвести в деревню. Это точно. Вот. И таким образом мы смотрим, что все время двигаясь на травах, все время находясь все больше в воспроизводственных контурах, то есть экономических систем, мы делаем эту систему все более производительную, более эффективную. И если так посмотреть итогом, получается, что каждый член вот этого государства, например, который правый стопец, он производит намного больше, чем того же эмпинзон груза, который там один что-то старается сделать. Это эмпирический факт. Вот это в результате разделения труда, специализации производителей, и тем больше система, тем эффективнее она становится. и как идет вот это взаимодействие. Вот сначала были, скажем, вот эти две деревни, видим там, всегда при взаимодействии разных таких систем, разделения труда, всегда есть одна из двух систем, которая более развита, чем другая. это однозначно. В процессе взаимодействия двух систем получается общая, более такая глобальная, глобализированная система, которая действует более эффективно, чем предыдущие две. Единственная проблема в данном процессе в том, что в процессе взаимодействия двух экономик, развивающаяся экономика, она распадается в плане ее связи, ее внутренние взаимосвязи. То есть, грубо говоря, ее производство, которое сложилось до этого в рамках замкнутой экономики, оно распадается и освобождающиеся ресурсы, которые до этого были втянуты в этом производстве, они перебрасываются в развитую экономику и по итогам, общим итогом, получается более эффективная система, но вот эти, эта периферия, она остается немножко, скажем так, ну, можно сказать, обманутой. То есть, люди там чувствуют в себе, зависимые от центра, от того, что там происходит. вот, практически такие процессы шли и у нас, скажем, в Болгарии, хотели узнать про Болгарию, за последние двадцать лет, скажем, вот, население было около девяти миллионов, сегодня оно около шесть с половиной, то есть, два, два с половиной миллиона молодых, в основном, ресурсов, кадров, они покинули страну, потому что в этом взаимодействии с глобальным производственным конкурсом, с глобальным экономикой, они здесь не могли найти себе перспективу и ушли туда, там, где есть производство, где есть перспективы для развития. Вот. Примерно, мы увидим такое взаимодействие, оно происходит бесперерывно, то есть, все время мир, как глобальное такое образование, все время увеличивал масштаб своих производственных систем, и все время эти системы росли. Вначале были феодальные владения, ну, до них были племен, какие-то семьи, потом эти феодальные владения объединялись в каких-то государств, появлялись империи, скажем, вот германской империи седми, девятнадцатого века, потом межгосударственное образование, и на сегодняшнего дня мы видим один глобальный мир. Вот. Вот. В течение всех этих процессов угрупнения экономических систем с начала появилась британская технологическая зона. В свое время, примерно до конца девятнадцатого века, в своем полном могуществе, британская зона имела около восемь процентов территории всего мира. Ну, если исключить Америку, которая получила свою независимость, то есть, вместе с Северной Америкой. Вот. В землине девятнадцатого века, то, что мы и только что сказали, независимое до того момента феональное княжество Германии объединились и составили новую империю, которая появилась в центре Европы, которая сразу стала мощнейшим конкурентом британской империи, и которая начала тоже закрапывать свои избыта. И, примерно, до начала двадцатого века, до реформы витте историко-российской империи, которые тоже были часть этой империи, Германия была практически ядро, технологическое ядро для Российской империи. То есть, Российская империя была суровидным придатком на Германии. Мы об этом еще чуть-чуть позже поговорим. Третья технологическая зона, которая появилась в течение индустриальной революции, это США, которые после войны о независимости тоже начали строить свою независимую технологическую зону в западное полушаре. В Тихоарпиадском бассейне тоже появилась такая мощная суперсила, Японская империя, которая, кстати, объявила свое возникновение, формально, можно сказать, после русско-японской войны в 1905 году. То есть, что получается? Давайте подведем итоги. В конце 19 века мы уже имеем четыре независимые технологические зоны, которые развиваются относительно самостоятельно, и они все время нуждаются от расширения рынков сбыта. Все время нужны новые базары, чтобы развиваться, чтобы регистрировать экономические результаты. В какой-то момент они сталкиваются, уже нельзя больше расширяться. Вот. Давайте посмотрим, почему вот оно так получается. Почему нужно, чтобы все время были новые рынки сбыта, и почему система не может развиваться без такого расширения. Берем простой пример. Вот Беккер. Вот Беккер. Вот пример ваш хороший друг брюки. Он делает удовольствие для самых близких друзей. И вдруг он решает, что может себе фирму создать, потому что видно, что он хороший мастер у него есть 10 операций. Первая, вторая, десятая. Он сам посчитал, что ему отнимают примерно 10 долларов в час. то есть чтобы прошить хорошие брюки, он понимал, что тратит 10 часов по 10 долларов, 100 долларов. Но это правда хорошие брюки. Какая средняя зарплата сейчас выносит? Меньше чем 300 евро. Меньше чем 300 евро. Вот и получается, что ваш друг решает основать фирму, ищите хорошие брюки. Он видит свой производственный процесс и почву и понимает, что из этих 10 операций есть только одна, которая сложная, которую другой вряд ли сделает и он решает сам его делать, а все остальные делать оставить другим, там возьмем наемные работники и пустим еще. Вот за такую квалификацию работников на рынке труда платит по 5 долларов на час. Он это видит. Берет 9 работников, платит им по 5 долларов на час, обучает их и они уже начинают работать. Каждый специализируется в свою часть цепочки. по 5 долларов Во-первых, даже если подумать, посчитаем, что остаются те же вещи часов для производства от и плюх, то первое, от чего можно сэкономить, он уже платит по 5 долларов в час, а не 10, как себе платил. Это означает, что 5 разница умножить на 9, это сумма на 10 долларов уже здесь это первый эффект самый такой яркий перед глазами. Второй эффект. Еще Адам Смит в своем произведении по глазам народов говорит, что если вот такие пуговицы, как называются? Пуговицы. Ну, не в пуговице, но мнение такие и глаза зубов. Зубов. Булавка, вот это лучше, чем у меня на русском общает. Это хорошо. Короче, булавку Адам Смит говорит, если один ремейстрер делает булавку, то даже если он очень-очень хороший мастер, демон сделает не больше, ну, 5 булавок, скажем. А если назмем десяти таких работников, даже не ремейстрников, потому что у них уже операции более простые, вот эти десять ремейстр работников, которые идут на цепочке, которые делают разделение труда, технологическое, то они в день могут произвести до четырнадцать тысяч булавок. Представляете, вот разница, даже не десять раз, а сотни тысяч раз. Так что, вот, если мы посмотрим наш мастер, который сочет брюк, оказывается, что если он уже начнет специализировать свое производство, и, соответственно, для этого, конечно, нужны новые рынки, рынки. Это раз. Во-вторых, очень сильно увеличивается добавленная стоимость, потому что кроме этих стоилов пять лет, долларов, у нас еще появляется унижение длиной длиной этого процесса. Уже не десять часов, а может быть даже за 15 минут, сделать одни брюки. То есть, резко возрастает добавленная стоимость, которая распределяется на экономике. И даже, если работники получают больше зарплаты, они не могут получить зарплату в несколько тысяч раз больше. Они ее увеличат, скажем, в 50%, или в 30%. Но, во всяком случае, эффект получится, что огромные капиталы дополнительные накапливаются, которые в какой-то момент уже не востребованы. Нельзя их инвестировать. Кстати, вот здесь ошибка большая у Макса, по-моему, потому что он берет этот весь процесс только в статике и старается объяснить, почему капиталисты богатеют. Он говорит, они богатеют, потому что эксплуатируют работников. Да, вот, если посмотреть, видите, идет эксплуатация 45 долларов наемных работников внизу. Если посчитать, что это эксплуатация, то можно оговорить, что да, существует такой процесс, но на самом деле, если посмотреть в динамику, то практически то, что говорит Марс, становится очень дискуссионным. И думаю, что это не сложно показать. Дальше. я не знаю, потому что там же идет речь о своем мощности работы. Да, он говорит. что это очень очевидно. Человек получает 5 долларов, сошел цепь и 5 долларов, он постоянно получает 5 долларов. Чем много он сошел, чем больше становится. ощущение чего больше становится. Потому что это по-моему как проблема у вас такая он берет статику он говорит есть производство скажем того же вашего друга глюки и говорит чтобы ваш друг смог заработать уже не 105 а 60 долларов он очевидно эксплуатирует работников. потому что по-другому нельзя чтобы он такие большие доходы имел. говорит Макс то что работники получают зарплату это не 60 долларов а скажем те же 45. То есть Макс говорит 15 долларов разница это те же самые работники производят только капиталисты забирают у себя и не распределяют вот мы посмотрели этот пример но на самом деле маркс не смотрит динамику он не смотрит о том что если разделение труда идет вглубь то тогда мы говорим уже о совсем других порядках прибыли которые экономика может происходить и кстати другая марксистка роза люксембург она практически доказала заблуду маркса в этом но из-за того что роза люксембург была в очень сложных отношениях с ленином то ее труды даже марксисты в советском союзе оставим без дальнейшего рассмотрения они говорили уже западную экономистскую ногу которая просто все это останавливает так что мир шел по пути развития именно расширяющихся людей и в какой-то момент когда уже противоречия были настолько серьезными возникла первая мировая война после которую конечно часть проблем может быть были решены за счет германской империи но все-таки она не была до конца разрушенной раз вы были в Германии может это приходилось узнавать его историю после первой мировой там были герсальские соглашения ракции вермахстер республика практически Германии потерялась независимую финансовую систему и 30-е годы только она вводя параллельные валюты смогла уже развиваться как самодостаточную экономическую зону но после второй мировой войны уже после того как мир оформил двух таких технологических зон уже в рамках этих более крупных экономических зон то примерно до начала 60-х годов было очень активно экономическое развитие оно было и на Запад и на Восток и практически примерно до 61-й год проблем не было никаких и у Советского Союза скажем выходного союза и соответственно именно тогда был впервые были первые проблемы которые благодаря плановое хозяйство можно было немножко отодвинуть и они проявились уже только в середине 80-х годов когда практически Гурбачев который начал перестройку он не просто так начал тогда были уже объективные проблемы была невозможность дальнейшего развития в рамках этой системы а мы уже сказали что раз одна система закончит потенциал своего развития она просто восстанавливается это кстати говорила Шангл Смит он сказал что вот уровень разделения труда в одной экономической системе может углубляться по мере масштабы этой системы то есть если система маленькая то нельзя углублять разделение труда слишком много то есть в делении нельзя иметь таксисты и в Советском Союзе нельзя иметь скажем 15 марок автомобилей только одни жгули и один москвич и ждать по 10 лет за ним да вот практически вот западную систему разделения труда такие же процессы падение эффективности капитала они начались чуть позже но они были намного более активными более резкими потому что там все-таки экономика идет по законам свободного рынка и когда есть какие-то дисбалансы они сразу ощущаются и сразу находят в себе внешнее проявление вот какие были проявления кризиса в США в западной системе разделения труда помните в августе 71 года Никсел отберил отказ менять золото за американские это говоря между нами это практически дефолт это алфавит банкротство буквально за десятилетие золото которое до того момента стоило 15 долларов за тройскую руль уже поднялось до 850 долларов за руль то же самое случилось с нефть с нефтью нефть на русских там тоже были такие резкие скачки мы это знаем тогда 70-е годы остались в историю как период стокфляция а стокфляция означает очень высокая инфляция без наблюдаемой раски без развития соответственно в этот период было большое падение реальной доходов в архазе вот конечно в этих условиях самые такие продвинутые умы замыто искали от этого тупикового положения и во время первого мандата рейдера во время первого мандата рейдера была придумана такая программа которая так и осталась как регономика и которая суть ее программы была либерализация то есть неулиберальная уборуция вспомним что в это время в был расклад глобальных сил в то время Китай обоссавлялся как независимая зона государства он при Мао Цзитуне мечтал построить самодостаточную экономику но соответственно понял что это не получится из-за этого была культурная революция с целью уничтожить интеллигенцию иноменклатуры которая была лояльная Советскому Союзу потому что Китай понимал что будет строить самостоятельную такую замкнутую экономику вот в 70-е годы это уже видно было что не получится и в начале думаю в 74-м году первый Гичинджир вот посетил Пекин а потом еще и Миксер сделал официальное посещение Китай начал открываться к западу вот началась неолиберальная революция чем она заключалась отмена ограничения перед международного капитала для инвестиций по всему миру первое второе то что мы сказали включение Китая в западную систему разделения труда и соответственно это обмена ограничений давала возможность выносить производство производства мы знаем о таких процессах вот сначала 80-х потом 90-х массовое производство сначала с США а потом из остальной части развитого мира переходили переходили в Китай от этого получался огромный потенциал развития потому что резко дешевеют продукты которые происходят резко возрастает доля добавленной стоимости потому что таким образом вот посредники которые инвестировали скажем в Китай при дешевую рабочую силу могут достаточно много заработать дополнительных капиталов от этого идет вторичный эффект раз накапливается столько много капиталов то инфляция которая семидесятых годов была потихонечку начинают спадать почему лишние деньги они приходят на банковском рынке для них их нерводители готовы получать меньшую прибыль то есть меньшая ставка процентов кредитов чтобы не работали потому что слишком много не накопились начинается массовое кредитование потребительского спроса которое шло и по другой причине другая причина это в том что если производство массового сша то работники высококвалифицированные они в какой-то момент ощущают что их реальные доходы останавливаются они не растут и чтобы поддерживать спрос и увеличивать они нуждаются беспрерывно брать новый кредит вот вопрос в том однако как получается что все время можно брать новые кредиты без никаких проблем последствий да это очень интересно я так иначе много читал об этом кризис появился в Америке по-моему даже там уровень заработной платы в реальном выражении да падал падал да это тоже был один сегодняшний один работающий имеет уровень доходов начала то есть в середине 50-х годов один работающий а если посмотреть уровень доходов хозяйства то их доходы находятся на уровне 62-го третьего года то есть это получается из-за того что все больше женщины начинают работать в хозяйстве оттуда растут доходы домохозяйства а на самом деле вот есть одного работающего это уже середине 50-х годов и вот как получается игра с ценой кредита как так можно все время играть новые кредиты и без никаких проблем для себя ну представим себе начало 80-х вы пошли в банк и хотите взять 5000 долларов кредит у вас есть 1000 долларов годовые восходы которые вы можете потратить на чего угодно скажем купить себе хороший мотоцикл и ездить по нему поэтому вот ну вы отказываетесь от этого мотоцикла идете в банк и там вам дают 5000 долларов потому что в то время суды примерно около 20 процентов то есть ставка процента 20 это означает что если банк вам даст и он вам даст 5000 долларов кредит и вы каждый год платите по 1000 долларов по 1000 долларов годовой взнос вот те же самые тысячи которые у вас всегда находятся в кармане для дополнительных расходов то вы уже оказываетесь с 5000 руками вот это первый год уже и даже мотоцикл оставляете в сторону как проект потому что лучше себе купить даже на новом машине но поддерживаем второй год когда уже пошли оплачивать первый взнос 1000 долларов там все хорошо процедура нормальная вас встречает директор того же отделения банка говорит вот вы такой замечательный наш клиент хотите мы вам дадим новый кредит уже 10 тысяч долларов потому что суды уже только для вас будут 10% в год то есть ваши 1000 долларов которые вы можете тратить в год они остаются такие же но вы получаете уже действующий расход правда 11 лет но для них важно самое главное что годовые расходы такие же остаются уже у вас действующие расположения в ваших руках вы уже можете себе даже на побережье грузинское купить какое у вас на побережье у вас сухумин очень нет сухумин это оказывает ну ничего скоро может и будет не знаю ну это другой вопрос да хорошо вот так идут процессы и третий год когда снова оказываетесь бал уже он предлагает кредит в 20000 долларов то есть если посчитать к 5 процентам ставку кредита да то получается что ваши годовые взросы все время стоят за тысячи долларов то есть это для вас подъемные деньги единственная разница что вы уже их платите на 25 лет вперед то есть вот таким образом ставка процентов видите как была до восемьдесят первого федерального резерва было 19 процентов на сегодняшнего дня мы видим что ставка федерального резерва упала до нуля это практически означает что их закончилось уже нельзя рефинансировать дальнейшие долги мы знаем теорию что капитализм это возможность инвестировать свои капиталы под каким-то процентом и соответственно получать прибыль если нет процентов если процент ноль то практически у тебя капиталов нет это просто ненужная бумага скажем так вот что в итоге у нас есть а у нас вот смотрите к 2007 года домохозяйство имеют около 130 процентов долг к их годовые выходы это домохозяйство сша но в развитом мире примерно ситуация такая же если посмотреть на ситуацию в европе то у нас немножко по-другому в европе государство брали кредиты вот и если вот наш сосед здесь Греция которая страдала 2-3 года назад было все время в новостях то у нее тоже было такое же соотношение 130 процентов ее долг к ее годовые доходы к ее то есть получается что весь этот процесс он финансировался только благодаря не длинно разрастающийся разрыв между доходами и потреблением обычных частных субъектов экономики и на сегодняшнего дня наши исчисления показывают что примерно домохозяйство в так называемом золотом миллиарде тратит примерно 25 процентов больше чем имеют доходы то есть они продают свое будущее это очень опасный процесс который зашел слишком далеко в будущее если представить себе что в какой-то идеальный момент эта беспропорция выровняется то есть люди начинают тратить столько сколько зарабатывают это означает что уровень жизни в развитых странах упадет примерно на 50 на 60 процентов потому что там еще есть мультипликатор спроса вот и соответственно этот слив в употреблении разных стран отразится в странах производителя это и Германия это и Китай это и Япония практически мы скатываемся в те же проблемы которые были настолько актуальны во времен Великой депрессии о которой мы начали говорить и вот в этой ситуации мы консталируем что наблюдаем конец системы которая развивалась в последние 2-3 века путем финансирования уступи низкого прогресса кредитами постоянной экспансии капитала и соответственно раз уже мир глобализован раз он превратился в одну большую деревню то мы имеем эффект падения эффективности капитала потому что вся система уже мировая уже нельзя расширяться уже нельзя находить новые с уже отметили что последние 30 лет это было за счет кредитования населения это получалось еще очень благотворный эффект дал то что в начале 90-х годов система восточная тоже была приобщена в глобальную систему она тоже дала кое-какие ресурсы но она все-таки не настолько большая чтобы поддерживать развитие на длительный срок вперед вот и вот последнее что мы говорим невозможность увеличения производительности труда то есть производительность труда она зависит напрямую от уровня разделения труда если мы живем в одну деревню нашу глобальную нам нужно чтобы была еще одна земля ее нету практически мы останавливаемся почти практически на сегодняшнего дня нету реальных возможностей для устойчивого развития реального сектора при боли добавлена стоимость она вырабатывается создается только в финансовом секторе так что скорее всего в связи с этими процессами которые происходят в мире мы будем наблюдать деглобализацию она уже ощущается она видна как тенденция последних лет и нам кажется что будут оформляться отдельные региональные глобализационные центры которые будут стараться в рамках своих границ защищать свои производители это уже кстати ощущается если заметить что скажем США начала выводить обратно испытая свои производства начало говорить о реиндустриализации то же самое сейчас происходит и в Европе все время все больше слышно голосов людей которые настраивают о реиндустриализации а это что означает возврат производства в себя раз вернулись производства это означает что уже даже стоимость товаров не будет такой же как раньше когда работают китайские работники это означает что потребление будет сужаться и соответственно практически мы будем образно говоря скатываться по уровню развития скажем середине 20 века по артикулах товаров которые мы можем производить и использовать вот так что это будет очень дорого это будет очень дорого и опять таки в более мелких систем менее масштабных уже мы не можем производить столько товаров как бы раньше так что придется нам искать особенно модели развития которые уже не будут столько активно делать ставку на научно-техническую революцию а будут искать социальные технологии для осуществления богодейства для людей то есть не не искать счастья все более и более произведенных товаров все больше и больше показателей ДВП а еще какие-то модели развития которые будут давать смысл для существования людей и в том же времени не будут делать ставку именно чисто экономических показателей может быть здесь речь идет и пересмотр в плане общественные механизмы развития но это скорее всего ваши политологи так что у вас будет достаточно много поля для работы это все будет впереди вот здесь пишу на свой личный блог если какие-то вопросы и в дальнейшем всегда можете туда заходить и задавать их а сейчас мне было очень интересно и буду вам благодарен если какие-то вопросы возникли и постараемся их обсудить и все извиняем сожалею но трябва да окей то вы увидите как организатор и вы увидите очень интересно но да все объяснено мне просто вообще интересно как это ну это большие теории там нету таких вопросов потому что все очевидно нету вопросов а первый этот вопрос очень подразумеватель потому что Кристо тоже говорил о альтернативной экономике не не социальные экономики а таких вещах и еще что надо говорить как это на цикла связан с выбором у нас проходит примерно через 4 года восьмой год такие выборы состоялись в прошлом начале прошлого тоже девятый год было и в прошлом тоже были но вы прав что 2000 год у нас был очень мощный это связано во-первых с тем что было сильное кредитование населения то есть деньги это впервые случалось и они и они соответственно и они соответственно резко повысили свое потребление личное потребление во-вторых у нас раздался воззыв недвижимости да это они потребление возросло потребление возросло за счет чего это деньги у пихотины страны остались здесь я думаю примерно такой же эффект как в сша только но очень короткий срок не я понимаю но если я сам в моей стране создаю что-то продексирую что-то тогда те цены которые бандают оставляются даже все верно если я импортирую то где мне приходит в Болгарии было второе то есть банки кредитовали только потребление они не кредитовали производство это очень важно то есть если я хочу развивать скажем машину не важно чего производство машин мне никакой банк не даст он скажет зачем тебе производить машин вот у нас в Европе есть немецкие машины иди покупай немецкие но если ты хочешь купить немецкую машину мы сразу тебе дадим 20 тысяч евро бери и покупай машину и ежай вот потому вы очень правильный вопрос задали этот пузырь он смог существовать но вот начало в начале 2000 и до 2008 вот в то же время раздувался второй пузырь пузырь на рынке недвижимости потому что все ожидали что раз Болгария будет заходить в европейскую область то должны расти цельную недвижимость и действительно где-то до 2008 года они постоянно буквально десятками процентов росли всех пузырь обычный пузырь но с начала кризиса вот здесь я считаю правительство тоже положило руку с начала кризиса уже власть поменялась пришли новые люди которые начали проводить очень рестриктивную политику монетаристы это у нас был такой финансовый министр это этого до того у нас поддерживать все было Турция, которая вроде мы всегда показываем как примерное звитие, у них за последние годы у них была деноминация, то есть была старая турецкая лира, много руля, они убрали ноль, и осталось один болгарский лев, одна турецкая лира. Всего за 5-6 лет их лира ослабла 2 раза, чем болгарский лев. Да. А у нас мы ничего не имеем, мы ничего не производим. Это все держится практически, то есть платежный баланс сейчас мы закрываем только благодаря продолжающейся инвестиции в недвижимости на побережье, которые делают некоторые клиенты из Украины, из России, из Молдавии, но практически, если этих клиентов не было, мы практически банкротящейся экономики. И Вы очень правильно сказали, что без производства, которое создает добавленную стоимость, нельзя процветать, нельзя чтобы было какое-то благодействие для народа. у нас это разница. То есть мы все время идем в либеральном русле. То есть либеральная экономика мы всегда говорим, что должна быть именно такая. не плановая, не государственная, не имеральная, свободная. но все-таки после того, как пришел вот этот финансовый министр, он резко, резко начал менять политику. и даже кредиты сами уменьшили. Ну, кредиты от банк, это уже от банки. Там нельзя, чтобы государство руководило, контролировало. Государство тоже его сделало. Государственный национальный банк? Нет, у нас нету. Смотрите, государственный банк, это единственный национальный банк, единственная его роль играть агентом валютного совета. То есть он обязан, единственно, покупать все валюты, которые появились на рынке и запускать болгарские левы. Это все его функции. Держать курс? Нет, не держать курс. Курс, он автоматически держится, он не меняется, он фиксированный. Ну, да, да. Но, соответственно, этот банк, механизм будет у банка, чтобы держаться? Нет, он практически, если его убрать, смотрите, это валютный совет. Валютный совет, это фиксированный курс валютный. Есть резервы какие-то там, скажем, 2-3 миллиарда евро, которые стоят в сторону. И банк, он абсолютно не вмешивается на валютном рынке. Единственная его роль, покупать всю валюту, которая остается лишней, и, соответственно, запускать левы вместо этой валюты. Ну, например, если там инфляция появляется. Инфляция, единственный инструмент, который можно использовать, это основной процент. Но основной процент, опять-таки, у нас формируется на основании того, какие были проценты на межбанковском рынке, там, скажем, за последние несколько недель. То есть банк у нас практически отсутствует центральный банк. Вообще. Ну, например, сейчас бывает инфляция, что начинается инфляция, просто, что уже, что вы там, не появится какой-то хаос. Ну, это, например, 1 доллар стоит 1.65, а сейчас 1 доллар 1.77. И уже начали, что начинается инфляция, что-то такое, и просто вам вынуждены закупить эту валюту, и чтобы эта инфляция стала... А, этот инструмент у вас уже есть. У вас есть, да. То есть у вас нет валютных советов. Ну, наверное, совет есть, но в основном, просто, порой, они встречаются, чтобы, этот, там, поговорить о курсе, какой курс должен быть. Я понимаю. Вы просто, смотрите, даже, даже если у вас курс падает, то это не так очень страшно для местных производителей. Ну, я не знаю, что у вас осталось как причину. Ну, это даже не проблема. Ну, просто в последнее время, как открылась, это, в рынок России немножко, да, там аграрная продукция что-то уходила на российский рынок. И, по-моему, там, по-моему, это не махинация, а просто, ну, там дефицит учета, и просто, даже по-моему, что, может быть, я сделаю немножко инфляцию, и буду этот дефицит уменьшивать, вот так, на этой инфляции. И, по-моему, это тоже, там, эта проблема была, нет, в этом я не верю, я работал в процедуре, это право, не в экономике. В смысле? Ну, по-моему, ну, другое дело, что, они думали, что развитие экономики была в 2013-м, в 2013-м очень маленькая экономика и... Стагнация. Ну, не стагнация, она, ну, 2% даже была, и даже... О, это стагнация. Да, это стагнация. Ну, не важно, да, не важно. Ну, стагнация, да. А они подумали, что, о, мы должны, ну, это, по-моему, подумали. Знаете, они думали, что, если мы не будем сейчас тратить цены от министерства, тогда, может быть, у нас не будет больше цены, и будет дефицит бюджета на следующий год очень большой, чем мы должны тогда платить, и они подумали, что давайте мы не будем платить цены. Потом увидели, что это растет, и в последнем месяце 2019-го года все эти месторства выбросили цены на базар. Видите, потом появилась эта маленькая инфляция. Хорошо. То есть, то, что курс упал с однишней церкви... Но люди уже проникуют, да? Ну, люди, манируют, потому что опозиций, там, может, осадить. Ну, да. У нас все было, в опозиции, гибердарианс. Да. Ну, это... Как это... Как это? Что это? Не, не, не. Нинише... Нинише руководство. А, ну, не... Так, ну, я не знаю. Они какого-то... Ты мне скажешь об них, либерални, кафеевизионисты, неоклассики, класики... Ну, Патриот, я скажу, да? Да, Патриот. Но, во всяком случае, вам было бы интересно все-таки иметь слабую валюту национальную, чтобы могли заниматься экспортом? Ну, что? Если ничего нет, то чем заниматься? Это проблема. Сейчас они начали... Вино, с чего не происходит? Да, но вино... СПВА должен найти этот базар главный для вина, и потом... Я могу быстренько вам расписать, чтобы вы поняли, как экономика... Становится... Более-более неспособная. То есть... Сейчас посмотрим. Удиверсует... Малышок. То есть... Тем... Чем течемле ваша валюта... Чем течемле чем-то? Тем лучше для ваших производителей, которые... Ну, вы сам бы сказали, а что производят? Сейчас вот смотрите... Может даже... Ну, хорошо. Вот смотрите... Если развитая экономика... Производит... Ну, примерно... Продукт... Значит, развитая... Первый продукт... Житого зерна, да? Зерна, я знаю. Один... Человеку час... То есть... Один человек... Человеку час... Производим... Скажем... Сто килограмм... Зерно. За три... Человека часов... Давайте здесь зерно... Пишем... Производим... Ну, что... Скажем... Производим... Производим... Текстил... Вот... За пять человек часов... Производим... Ну, что производим? Ну, что производим? Посуду, скажем, домашнюю... И за сто человек часов... Скажем... Производим... Ну, что... Автомобиль, машину... Это развитая экономика, развивающаяся экономика. Здесь как получается? Потому что развивающаяся, потому что эффективность производства меньше, мы примерно за четыре человека-часов производим то же самое зерно. Примерно за десять человек-часов производим тот же самый диски. Потому что у нас не настолько развита инфраструктура, мы же такие машины, организации производства. Скажем, за двадцать человек-часов производим вот эту посуду. И мы вообще не можем привести машину. Это нереально для нашей экономики. Вот смотрите, что получается. В какой-то момент у нас получается, что нам выгодно развивать все время вот это производство зерно. И все остальное производство оставить, не производить. А за счет того, что мы произвели больше зерно, отправить их в развитую экономику. И здесь уже покупать вот эти дорогие товары. В рамках свободное движение позарных сил, так сказать, рыночных сил. То есть, если скажем, давайте посмотрим, такая ситуация. Если примерно здесь доллары, да, вот за праздник экономики доллары. В Грузии как-то когда лад? Лад. Лад. Хорошо. Вот, лад. Лад. Если у вас лад. Значит, представим себе, что один человек в час, это один доллар вам стоит производство зерно. У вас стоит 4 лад. Производство уже в вашем стране зерно. Здесь 3 доллара стоит текстил. Здесь 10 лад тоже текстил. 5 долларов посуда, соответственно, 20 лад тоже посуда и 100 долларов машины. То есть, практически, чтобы вы могли ваше зерно, вот это зерно, продавать на рынок развитой экономики, вам приходится оформить курс, демонтировать лад до 4 лад с одного кокона. Вот. То есть, вот, получается 1 доллар на 1 4 лад. Угу. Какой смысл? Вот, понял смысл, да? Если 1 доллар будет равняться 3 лад, вы абсолютно не можете продать свой язык на здесь. Абсолютно. И если демонтировать и в дальнейшем ваш лад, то уже получается, что вы даже можете продать свой текстиль здесь. Потому что уже он, по ваш курс, становится конкурентоспособным здесь. Проблема в этой ситуации единственная в том, что кажется, что здесь очень мало платят местным работникам. То есть, они уже не могут покупать по импорту, по импорту товары, которые вносятся. Но, в другую сторону, это хорошо для местной промышленности. Вот. Примерно такую же политику проводит Беларусь. Она все время эвалюирует свой беларусский рубль. И все время ее промышленность держится вокруг. И не плохо, чтобы вот так вот и ставить. Так что вот это, это уже ну. Чем так ищет вот эта проблема? Проблема, я говорю. Тем слабее местный курс валюты, тем меньше будут импортные товары. Меньше, потому что они становятся дороже для местного товара. И тогда, если появится потенциал для производства той же посуды, здесь найдутся предприниматели, которые начнут производить посуду. Если они видят, что по импорту она стоит 5 долларов умножить, скажем, на 6 лари, 30 лари за посуду. А вы можете ее произвести за 20, скажем. И начнут производить лари на месте. Вот. Создаются новые рабочие места. Люди бастуют, люди довольны. Ну, конечно, всегда будут, скажем, курить валюту, а не курить местную. Но это уже такое дело. Не курить местную, а не валюту. Сейчас у вас местную будет? Нет, потом будут курить местную, а не валюту. Вот, вот. А люди всегда будут хотеть валюту. Но это не проблема. Ну, это уже, скажем так, более дисциплинированное правительство, которое будет показывать, что лучше курить местной сигаретой, но чтоб твой брат, твой сын работал, чем, скажем, один курил в Молгору, но 20 человек стояли без работ. Вот в чем проблема. А если вы уже потихонечку налаживаете связи с Россией, то вот ваше зерно, которое уже вино, вы спокойно можете его импортировать в Россию. Я прекрасно признаю, как хорошее качество вузейских вин. Если у тебя ничего нет, что это делать? Не может быть такого. Понимаю. Но, если ничего нет, то выгоднее всего, чтобы все-таки продавать вот в эту схему самую простую от технологической точки зрения продукцию. Ну, что значит нет ничего? Не может быть такого, что ничего нет. Ну, в вашем случае это не зерно, это вино. Это кулинарная продукция. Вы можете практически, скажем, для всю Россию сделать полуфабрикат грузинскую кухню, чтобы в микроволновку поставили за три минуты и появился грузинский там рис. Это можно сделать и под этим делом можно практически занять очень много людей. Сколько там? Три минуты на селе? Четыре с половиной. Четыре с половиной. Вот. Если, скажем, половина работает вино, половина производства грузинских пишет, то практически уже не такая очень большая проблема со стороны населения. Но вот такая система. Тем слабее ваш курс валюты, тем появляется возможность для дозрития и других этих всех производств. А если, скажем, сравнить Болгарию, то у нас уже практически то, что осталось при нашем очень сильном болгарском время, это, единственное, зерно и туризм. Потому что во все остальном мы просто проигрываем. А вот, скажем, Турция все время девальвирует свою виру, все время она слабее, тем самым дает возможность производить дешевую продукцию, которая вывозит в развитую часть мира. Вот и вся схема, она не так очень сложная. Да, да, да. Так что... А, кстати, наш Симеон Янков, он был и в Грузии перед тем, как приехал в Болгарию ввести свои реформы денежные. Знаете, вот он там что-то, какие-то новые от грузинской переменной науки, как один? Этот, который... Симирный банк? Который, я могу сказать, после 9-го года начал рестрикции, денежные рестрикции проводить в Болгарии. Он работал с Симирным банком? Симирным банком, да. Он не финансирует в Академию науки, потому что это непрошенничество... Это и так. Да, да. То же самое, то же самое. Да. Ну вот, такие у нас дела. Так что, я думаю, если у вас уже намечается потепление, отношение с северного соседа, у вас есть очень много возможностей. Потому что, я сам знаю русские, они вас очень любят, они вас уважают. И, конечно... Да, не только. Там, да. И играет... Ну, мы же понимаем, что тут просто без эмоций, как по-лицки, ничего не существует. Там эмоциональный фон очень трогает. На труда это вообще эмоциональный фон. Потому что ты не сможешь принимать решения. Не сможешь принимать такие решения, которые еще эмоциональный фон еще лучше. Потому что, если Россия, в 2008 год, там война была, там война не выигрывала, территория и что-то такое. Знаете, сейчас это... В этот вопрос начинает уже очень так реалистично все делать. Но если Россия пойдет в сезон... Потому что, если вы знаете, что я говоришь, не даешь мне свое вино, о котором мечтает весь мир, потому что Россия, по-моему, тот вино, который еще не... И, по-моему, который еще и имеет потенциал, по-моему, российский вино. И все об этом мечтает. Он теперь для тебя открывает этот вино. И в тот же момент ты говоришь, что это хорошо, чтобы я открывался, но я все равно не буду в Европейский Союз, я все равно не буду в НАТО. Ну, это очень политический вопрос. То есть, как Россия будет потом, через, например, 6 месяцев, чтобы реагировать, это никто не знает. Потому что Россия очень довольна, очень довольна. Такой жесткий партнер. Там... Как и все жесткие партнеры. Как и все, да. Но, вы знаете, как-то, мне кажется, перспективы Евросоюза не очень разные. То есть, мы совсем не хотим вашей вина грузийской. Потому что у нас хватит и французские, и итальянские, и испанские, и наши болгарские. И в России тоже грузины. Ну, все-таки, я вам говорю, там, во-первых, самые русские очень уважены грузины. Во-вторых, огромная диаспора грузинской России. Огромная. Я очень много имею друзей там грузины, которые очень любят и Россию, и Грузию. Это, практически, мост, по которому можно проходить без никаких проблем. И на самом деле, понимаете, активные люди, которые сейчас решают дела там и там, они-то когда-то жили в одном государстве. Ну, знаете, я понимаю, я понимаю, я понимаю, я самый реалистический. Знаю, я очень много знаний, я очень часто выступаю в телевидении, что-то, а то, а то, а то, а то, а то. Да, это хорошо, да. Даже если я работаю с советником, то было новое руководство, то я так вот. Но я даже, даже в моих заранее на работе, я сам реалистический в этом смысле. Я скажу, буду даже говорить, что я почти сами, я пошел бы еще на большие уступки, чтобы экономика развивалась. И для меня не имеет значения, это Россия, Европа и что такое. Я понимаю, но это очень, знаете, это очень эмоциональный вопрос об этом, и мир все знает, что хорошо, что плохо, но об этом просто больше смысла не имеет говорить. Но у меня один вопрос, один вопрос. Ну, все равно, если вы понимаете, какая штура грузинская экономика, там немножко окрадный сектор более-менее для масштаба Грузии большой, неразвитый, но большой. Там финансовый сектор более-менее развитый, более-менее неразвитый. У нас финансовый сектор более-менее, но не создаем сумму заражда по танцам. Я так говорю, что в Нью-Йорке из Европы и потом раздаю последний. Все, мы слушаем, ни разу. Идустрия вообще нету. Ну, такая страна. А раньше была или никогда не было? Индустрия была, но индустрия была. Все равно, она все, Русская считалась как города. Там милые друзья. Аграрная республика. Аграрная республика, да. Но представьте себя себе. Грузия начинает идти в организме. Внутри это уже делают. Решение это принимаем. Предпринято уже. Обратное решение. Я не думаю, что это сделает. Но они всегда говорят, что сейчас даже начали. Наши начали. Например. У нас такой сайт есть. Даже со временем отношения. А идите. Друзья там. Можете дать человеку. Дать работать. Например. Собаку или что. Никто вам ничего не скажет. Какая удаленная система. Почти на уровне. Так вам больше. Как Вьетнам. Да. Представьте. Всего дома. Зарплата. Зарплата маленькая. Это хватает. А если Грузию маленькую зарплату. Это вообще не хватает. Я говорю. Вьетнам. Это еще смысл есть. Вот именно. В этом не пройдет. Потому что пока есть Абоджи. Вьетнам. В Грузии никогда. А мы говорим. Это говорит. Это говорит. Абоджи. А наши комперативы не одной. Знаете, что комперативы. А то это все. Это дешевые рабочие силы. Ну, оставим. Такая у нас страна. Сейчас мы даже начинаем, что начнет, адвертайзинг. Такой адвертайзинг, которая главная, например, на адвертайле, что в Грузии становится частью 400 миллионов, но это неправильно. Если даже так, это неправильно. Часто ты не можешь не становиться, кто-то из какой-то грузии придел в Грузию, сделаешь, я не знаю, завод. Я в этом не верю. Но я понял, зачем мне приходить в Грузию, когда здесь мы заводы поставили в Болгарию, когда я здесь уволяю своих работников. Зачем мне еще в Болгарию строить Грузию? Если даже зарплатная... Зарплаты такие же, как и у вас. Может, у вас учат. Может, у вас учат, чем у вас. Я это все понимаю. Ну, а ты понимаешь, что Индия. Индия поставит. Индия поставит. Индия из Индии? Да-да. Индия человек. Но зачем в Индии приходить, когда у него там работает за долг дней? Знаем. Он живет на бошенном плоте, который заводит нам. И все равно выгоднее туда производить. То же самое с китайцами, с вьетнамцами. Они производят там и с бошенными, и со всеми транспортными расходами. Они привозят сюда товар и Москвой дешевле, чем его произвести в европейский город. Я понимаю. Это все хорошо понятно. Это все хорошо понятно. Даже, даже, даже Грузия, на чем она должна специализироваться? Ты должен в чем она специализироваться? Вот и так. Если не сможешь, все сделать. Даже очень нелегко сделать этот шаг, очень нелегко. Потому что, если серьезно, если в Европе была только цель в Европе, тогда можно это сделать. Потому что ты был не как-то конкурентоспособный, потому что там зарплата даже очень большая, и так далее, и так далее. Но если в Европе, то уже в Европе. Точно такие страны, например, в Алгаре, Румынии, и так далее. В чем твоя конкурентоспособность, я просто не понимаю. Это очень, по тому и говорю, это очень политически. Это не экономически. А, просто мне сейчас интересно, как это было в Болгарии. Какое-то издержку Болгария сделала из Европейского Союза, или даже учитывала бы, если Болгария осталась вне Европейского Союза. И начала, например, дебилизифицировать свои экономические связи. Практически Болгария, во-первых, очень много потеряла от своего курса в рынках Советов. Мы практически с 1997 года, а это уже 14 лет, да? Да, мы все время держим курс валют, и он практически становится, национальный лев, болгарский, все сильнее по отношению к евро, к доллару. Потому что у нас инфляция, скажем, в среднем 10% в год, у них инфляция 1-2% в год. Это означает, что Болгарский лев каждый становится еще сильнее на 8% по отношению к евро. И мы становимся все менее конкурентоспособными вот в этой сфере, да? Практически, если смотреть по чисто финансовым потокам, то даже на сегодняшний рынок, 7 лет у нас членство, мы все время больше даем, чем получаем. Это внешняя сторона. А если посмотреть в структуру этих финансовых потоков, то оказывается, что все, что к нам приходит в виде европейских программ, это в основном покупать товары крупных европейских корпораций. То есть, грубо говоря, деньги у нас приходят, скажем, миллиард евро, но за эти деньги мы обязаны купить продукцию Голландии, продукцию Германии, продукцию Франции. И местное производство, оно никак не развивается на русском. Как на русском, если их просто тратить? Мы просто потратим деньги. Центр периферия. Да. Мы потратим деньги, а льда тратится, и все. Нет, не переместите. То есть, нам вот сейчас говорят, здесь очень много жилых. В фолькские березы большие. Что? В фолькские большой, горные березы. Потому что структурные фонды, аграрные фонды, и так далее проекты Европы, вот, землями более или менее обеспечивают. Но, я думаю, это наши деньги. Вот, если мы даем в год 800 миллионов евро из болгарского бюджета, брюксельского, из этих 800 миллионов мы примерно успеваем усвоить уже там 500, ну, максимум 600 миллионов. То есть, это наши же деньги. То есть, Грузия, когда будет членом союза, она примерно будет должна платить, скажем, 400 миллионов евро в год в общий компьютер, бюджет европейский. А уже по европрограммам она уже будет кандидатствовать и будет получать, скажем, 200 миллионов или 300. Это те же ваши деньги. Просто они крутятся так. Но вы уже будете их получать под условием, что будете инвестировать в ветерных этих мельницах, которые сейчас нас обязали закрыть атомную цитра, атомную станцию, которая производила в 10 раз на порядок меньше по стоимости электроэнергию. И мы везде помогали поставить электрогенераторы. Они сейчас так дуют-дуют и производят в 10 раз дороже электроэнергию. И в прошлом году, вот буквально месяц назад, год назад, в этом месяце было, в феврале, наши болгарские обыватели вышли со своими счетами, счетами за электроэнергию, сказали, мы не в состоянии платить. Вот хорошо, что в этом году нет снега и не холода, но в прошлом году люди вышли и показывали счета. 100 евро за квартиру, 150 евро, а зарплата, скажем, 300 или 200 евро. Как жить в этих условиях? Понимаете, в чем вопрос? То есть мы с этими программами обязаны покупать их... То есть мы уже не имеем свое суверенное право решать, как эти деньги, эти же 800 миллионов, тратить для своих целей. Может нам выгоднее просто построить консервные фабрики для экспорта тоже Россию в арабском мире, либо что-то другое. Нас заставляют строить виллогенераторы. Извиняюсь, какие там регуляции, что вы можете сделать? Это же синглмаркет, один базар. Один рынок? Один рынок, в одном рынке сделаются. И там зарплата конкуренции. Вы можете чего-то субсидировать? Нет, это запрещено. Это запрещено. Например, если государство села инфраструктурным заводом на структурном плавном религионе. Это потом идет суд от Евросоюза. И я вот именно здесь это не понимаю. Почему, скажем, нас судят за таких практиков? А скажем, вот Peugeot, которое полгосударственное, там государство обило 30 миллиардов евро. Почему их не судят? Вот я, честно говоря, здесь механизмы не очень понимаем. Но были несколько таких процедур, когда Еврокомиссия нас судила за то, что государство дало какие-то преференции каким-то субъектам экономики, которые таким образом становились в более благоприятных условиях, чем иностранные, европейские конкуренты, которые тоже для тех у нас работают. Это было, да. Но, честно говоря, я не знаю, по каким принципам они решают, почему вот Франция не штрафуется. Ну, вообще сегодня Олимпиад управляет меня с удовольствием. Кстати, знаете, как можно сделать? Мы можем уже который час? Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Сейчас. А, 17.48. 10. Да. Ну, не важно. Может быть, потихонечку ехать уже, вы сказали, в каком районе? Я, ну, даже был университет. Вообще-то у меня телевизор нет. Я бы пошел в таком баре, где телевизор, в принципе. Только у вас в Атроизанской стихо-минградной. А у вас нет телевизора, сказали? Нет, нет. Потому что в этой квартире, в которой я сейчас, нет телевизора. Да. Вы один здесь, да? В смысле, вы совсем один? Да, нет. Я совсем один. Но если вы здесь уверяли, то найдем какой-то бар, в котором, я думаю, что все смотрят. В принципе. Ну, нет. Балгария играет и смотрит уже. Но можно другое сделать. Хотя бы вот первые 10 минут посмотреть через интернет, можно посмотреть. А потом... Ну, через интернет. Я пойду все там, все Wi-Fi. А потом мы можем поехать... Вы сейчас... Какие у вас... Какая у вас программа? Программы нет. Все, у меня все. А вы где-то были там всякие там... Ну, что знаете по собиреях? Ну, что же... Да, это... Почти... Почти... Не, мы можем...